Сейчас мы берём кисточку и наносим зелёный цвет, фон. И вот так потихоньку разбрызгиваем по воде, протёрли кисточку, и потом уже можно наносить разные цвета. Отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов Александр Мишечек начал посещать три года назад. Тогда же увлёкся и рисованием на воде. Под чутким руководством преподавателей технику ЭБРУ мужчина освоил всего за месяц. Теперь же Александр и сам может провести мастер-класс по созданию необычных красочных картин. Рисовать на воде нам очень нравится. Особенность этой техники в том, что никогда не узнаешь, что получится в итоге. Нарисовать одинаковые картины просто невозможно. Это структурное подразделение Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения распахнуло свои двери в 2004 году. С тех пор поддержку и заботу в лице сотрудников отделения нашли десятки жителей Солигорщины с ограниченными возможностями. Сегодня на обслуживании находится 28 человек. В нашей работе важно найти индивидуальный подход к каждому человеку, который приходит к нам. Создать такие условия, чтобы ему было комфортно, интересно, чтобы он мог найти для себя занятие по душе. Человек должен видеть результат своего труда. Тогда он будет чувствовать свою социальную значимость. У него будет повышаться самооценка. Соответственно, он будет более уверенно чувствовать себя, идя по жизни. За время своей работы я могу сказать, что однозначно ребята со временем, они раскрываются, становятся совсем другими. Есть примеры, когда те ребята, которые на протяжении многих лет приходили к нам, занимались, потом дальше они уже выходили на новый уровень. И, конечно же, мы оказывали им содействие именно в их трудоустройстве. Сегодня они уже чувствуют себя успешными людьми. У них есть работа, они зарабатывают деньги. Ну и чувствуют себя полноценными людьми в нашем обществе. Укрепить здоровье помогает ежедневная утренняя зарядка и тренажёры, а сплотить коллектив – традиционные дружеские посиделки за чашечкой чая. Здесь люди не только находят новые увлечения, но и новых друзей. Изготовление сувениров из природных материалов, бисероплетение, алмазная вышивка. Сегодня подопечные отделения обеспечения дневного пребывания для инвалидов могут проявить себя в трёх социально-реабилитационных мастерских, пяти клубах по интересам и шести кружках. Количество направлений растёт. Самое молодое образовалось только в прошлом году. В рамках одного из реализуемых проектов под названием «Мой мир в красках». Благодаря проекту в отделении появились холсты, кисти, а также акриловые и масляные краски. Вдохновлённо пробуют себя в живописи и Ольга Емельянова. Больше всего девушке нравится рисовать пейзажи, однако среди увлечений самое любимое – пение. Мне нравится здесь общение, репетиции, петь песни. Выступаю я на праздниках, готовимся к Новому году, тоже учу песню. Я ещё не определилась, но на примете есть одна песня. Во всевозможных фестивалях творчества солигорчане участвуют очень активно и нередко своими стараниями завоёвывают дипломы как районного, так и областного уровней. Скучать им попросту некогда. Насыщенная мероприятиями программа всегда расписана на месяц вперёд. 3 декабря во всём мире отмечается День инвалидов. Эту дату подопечные отделения обеспечения дневного пребывания для инвалидов отметят открытием выставки картин «Живёт повсюду красота». Мероприятие состоится в Солигорском краевическом музее.